В колонию поедет своим ходом. Выборгский районный суд сегодня огласил приговор Анне Антоновой за смертельную аварию. Антоновой 24 года. Велосипедисту Эдуарду Шолохову, которого она сбила на своем БМВ, было почти столько же, 23. Она извинилась перед матерью, но мать погибшего в это раскаяние не поверила. Кроме того, адвокат осужденный заявил, что его доверительница готовится стать матерью. Владислав Беляков сегодня тоже выслушал приговор и поговорил с участниками процесса. Таким приговором едва ли осталась довольна хотя бы одна из сторон. Прокурор просил для молодой женщины три года неволи, потерпевшая сторона пять. Сама подсудимая надеялась на условный срок за смертельную аварию. Анна Антонова, которая на своем БМВ сбила велосипедиста Эдуарда Шолухова, отправится в колонию поселения на один год. Услышав приговор, Анна Антонова едва не плакала. Человек не хочет, вам ничего говоришь. Это понятно? Вы хотя бы раскаяние какое-то испытываете? Или вы не испытываете раскаяние? Мне интересно с вами общаться. В социальных сетях девушка писала о пристрастиях к быстрой езде и хорошим машинам. До аварии на БМВ, которое она водила, было выписано около 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Это кадры трагедии. Июнь прошлого года, 4 утра. Эдуард Шолухов на велосипеде едет по пустынному проспекту Энгельса. Машину, которая на огромной скорости несется позади, он не видит. На перекрестке автомобиль поравнялся с велосипедистом, но вдруг водитель резко принимает влево. Виск тормозов, удар. Молодого человека вместе с велосипедом подкидывает вверх. По заключению экспертов, смерть наступила мгновенно. Он ударился позвоночником о лобовое стекло и затем ударился еще об асфальт. Патологоанатом сказал, что ни один орган не остался целым. За несколько дней до приговора адвокат Антоновой сообщил суде, что его подзащитная готовится стать матерью. Учитывая, что тебе светит приговор, вполне возможно реальное лишение свободы, ты планируешь ребенка. Для меня это дикость. Это очевидно, что это попытка просто избежать наказания. Вот и все. Несмотря на веские причины, срок в колонии-поселении оказался реальным. Я считаю, конечно, должен быть условный срок. Как она в колонии-поселении будет на девятой неделе отбывать, мне тяжело представляется. В последнем слове Анна Антонова сказала, что все время с момента трагической аварии она живет с болью. Извинилась перед матерью погибшего, но женщина не поверила в искренность раскаяния. И когда тут она сидела в уголочке, здесь вот перед судом на прошлом заседании сидела, хихикала, было слышно, как хихикала. Ну как человек раскаивается и сидит хихикает, но убивший человека. Поэтому я не прощу, я не смогу ее простить. Кроме колонии-поселения суд обязал Антонову выплатить матери погибшего 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Мама Антоновой позвонила адвокату моему и сказала, ей дают кредит, только 600 тысяч. И если я не согласна на эти деньги, на моральный ущерб, то значит ее дочь будет выплачивать мне копейки. Как ты лишила моего ребенка жизни, вы тут какие-то торги устраиваете? В колонию-поселение Анна Антонова отправится после вступления приговора в законную силу. Причем прибыть туда она должна быть самостоятельно. Право на условно-досрочное освобождение она также имеет. Владислав Беляков, Степень защиты.